Первые кадры с места страшной трагедии. С квартиры выносят тело убитой женщины и ее четырехлетней дочки. Их жизнь оборвалась 2 ноября 2016 года. В одной из многоэтажек Орска у погибшей осталось еще двое детей. По счастливой случайности в момент трагедии их не было дома. Родные и близкие семьи недоумевают, почему с доброй и радушной женщиной так жестоко расправились. У меня слов просто нет. Я когда узнала про эту трагедию, и как мама, и как человек, очень спокойная. Мама отличная. Жалко, скорбим, 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 скорбим. Я не знаю, что сказать. Первым подозреваемым по делу стал гражданский муж пострадавшей Рауф Гардашев. Жил вместе с погибшей порядка пяти лет. В гражданском браке у них родилась дочь. На протяжении долгих лет мужчина проявлял агрессию к супруге. Он избивал ее на глазах коллег и родных и не раз угрожал расправой. Кроме этого, сама сожительница неоднократно заявляла в полицию о данных фактах, избиении и так далее. Однако в дальнейшем были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела, так как сама потерпевшая забирала заявление и прощала самого Гардашева. Почему житель Орска решился на убийство, чем оправдывал чудовищное преступление, секреты следствия и подробности уголовного дела уже 24 мая в программе «Начинаем следствие». В новом выпуске «Смертельная статистика и самые громкие происшествия области». Авторы расскажут, как не стать жертвой мошенника в сфере туризма и почему горящие туры и выгонные акции заканчиваются громкими судебными процессами. Следствие начнется уже в этот четверг в 19.35 на телеканале ОРТ. Анастасия Матвеева, Новости дня. Анастасия Матвеева, Новости дня.